Продолжение следует... Мы в такой большой теме будем рассматривать элементарные процессы квантовой электродинамики. Различные элементарные процессы, ну и частично мы будем делать то, о чем говорилось на лекциях, без доказательств доказывать. И первое, с чего мы сегодня начнем, это рассеяние электрона во внешнем поле ядра. У вас есть ядро с зарядом Z, есть электрон, который в этом поле рассеивается. Есть импульс P, есть импульс P'. Будем смотреть главный порядок. И та задачка, которой у нас сегодняшний семинар посвящен, будет формулироваться следующим образом. Пусть у начального электрона его поляризационное состояние характеризуется неким вектором XI. И XI, как вы знаете, это вектор, который в системе покоя, совпадает с вектором спина. Если вы сядете в систему покоя электрона, то вектор спина будет направлен по этому вектору XI. А формально, если у вас есть спинор, спинор фи, отвечающий электрону, то фи на фи крест, это есть 1, 2, 1, 1, плюс сигма кси. Для чистого состояния, в квантово-механическом смысле, у вас кси по модулю равно 1. Если состояние у вас нечистое, то есть имеет место в случае задания состояния с помощью матрицы плотности, мы говорим, что есть вначале источник термодинамический, который с разными вероятностями WI производит не две базисные поляризации электрона, скажем, спин вверх и спин вниз. Тогда вот такая комбинация и называется матрицей плотности. Это есть 1, 2, 1, плюс сигма на кси. Но кси здесь уже меньше либо равно 1. Причем равенство достигается, когда состояние у вас чистое. В случае, если состояние не поляризованное, то есть источник вам с равными вероятностями испускает электроны со спином вверх и со спином вниз, то кси будет равно чему? Нулю. Просто одна вторая будет из этой вероятности. То есть у нас есть электрон вначале поляризованный с вектором кси, это его поляризация. Мы хотим найти, какова будет поляризация в конце, то есть после рассеяния. Я ее называю кси-физическое и отличаю это кси-физическое от кси-ф, где кси-ф это поляризация конечного состояния детектора. Я могу вычислять различные матричные элементы, то есть матричные элементы, где вначале у меня какая-то заданная поляризация, а в конце поляризация-ф это поляризация детектора. Различные матричные элементы. Но среди этих различных матричных элементов, если я буду варьировать вот этот Кси-Ф, в какой-то момент я получу максимальную вероятность. И эта максимальная вероятность, можно сказать, что это и есть та истинная поляризация, которая возникла после рассеяния вашего электрона. Другими словами, вы можете так еще сказать, что у вас есть вот это состояние электрона в начале поляризации Кси-Ф. Вы на него подействовали оператором С-матрицы, который отвечает рассеянию во внешнем поле. И получили состояние, на самом деле довольно сложное состояние, но если вы в главном порядке его смотрите, то это тоже есть некий электрон, у которого есть своя поляризация. Эта поляризация это и есть истинная поляризация или Кси-физическая, я ее называю. То есть нужно отличать, что такое Кси-физическая, от поляризации детектора, который я обозначаю Кси-Ф. На лекциях у вас это было. Значит, какой алгоритм, как нам находить вот эту поляризацию физическую, что мы должны сделать? С лекцией кто-нибудь помнит? Посчитать матричный элемент по модулю в квадрате, да? Посчитать матричный элемент по модулю в квадрате и представить его в таком виде. Это есть альфа плюс бета, где альфа и бета это скалярные величины, а зависимость от поляризации детектора, она линейная, правильно? Когда я маточный элемент в квадрат возведу, у меня линейным образом от Кси все зависит. Она записывается как бета на Кси-ф. Вот тогда я это все могу переписать как, если общий множитель вынесу, как единица плюс бета на альфа на Кси-ф. Вот эта величина, которая здесь стоит, это и есть Кси-физическая. Кси-физическая, это и есть бета поделить на альфа. Видно, что если Кси-детектора совпадает с моей этой поляризацией, Кси-физическая, то квадрат матричного элемента максимально, да? То есть вероятность найти такое состояние максимально, верно? То есть мы должны что сделать? Мы должны рассмотреть рассеяние поляризованных электронов, да? То есть вначале и в конце у меня поляризованное состояние. Найти квадрат матричного элемента, представить его вот в такой форме и выделить отсюда физическое состояние, физическую поляризацию. Вот это наш план действий на сегодня. Напомню просто для справки. Значит, если у нас есть рассеяние электрона, то во внешнем поле, в Борновском приближении, то сечение, сечение не поляризованное. Неполяризованное сечение выглядит каким образом? Какая зависимость от угла рассеяния? Синус в какой степени? В четвертой, да? Синус четвертой это это пополам, а в числителе стоит 1 минус B квадрат синус квадрат это это пополам. Правильно? В таком множителе. Ну, впереди снегий коэффициент, все тальше на 2 энергии электрона, скорость электрона, все в квадрате, заряд ведра, да? Но характерно что? Что если у вас электрон ультралитивистский, то есть бета стремится к единице, то вы видите, что при тета равно пи, то есть при рассеянии электрона назад, у вас возникает подавление 1 минус бета квадрат, да? То есть сечение подавлено. С чем это связано? Еще раз давайте это проговорим. На лекциях, наверное, это было, но кто помнит? Как раз это отвечает тому, что у вас не сохраняется спиральность, да? То есть вы знаете, что в ультралитивизме у вас спиральность приближенно сохраняется, да? И точность этого приближения это 1 минус бета в квадрате. То есть это малая величина, правильно? То есть с такой точностью она сохраняется. Вот она у вас, когда вы рассеиваетесь назад, она у вас обязана не сохраняться, потому что у вас сохраняется полная проекция момента, да? А значит весь эффект этого несохранения, он будет эффектом несохранения спиральности, то есть порядка 1 минус бета в квадрате. Вот мы это подавление и увидели. Здесь наоборот, спиральность не сохраняется. Так правильно объясняю. Это не поляризованный случай, а мы сейчас будем смотреть поляризованный случай. В поляризованном случае у нас амплитуда каким образом записывается? Амплитуда по правилам Феймера. Как обычно двигаемся против электронной линии, да? В вершине у нас минус Е стоит. Вот здесь стоит У с чертой от Фейфтрих. В вершине у меня, если я имею дело со стационарным полем, кулоновским полем, с потенциалом Фи ЗЕ на 4ПР, да? Вот с таким потенциалом. Это потенциал заряженного ядра, да? Заряженного ядра. То есть, если я воплосиан Фи рассмотрю, воплосиан Фи это есть минус ЗЕ на дельта функцию от Р, правильно? Минус ЗЕ на дельта функцию от Р. То, что здесь стоит, это есть как раз плотность РОТР, да? То есть, этот потенциал, он благотворяет уравнению полосона. Уравнению полосона 4П нет, он напоминает, потому что у нас они ушли в переопределение хегисайдовского заряда Е. Вот. То есть, это наша плотность заряда ядра. Здесь стандартный знак минус. Значит, у нас здесь стоит гамма мю, да? свернутая У от П, а здесь стоит А мю от Ку. Где А мю от Ку это фурье образ. А мю от Ку это Е в степени минус, Д3Р, продон, Д3Р, Е в степени минус И, Ку, Р, А мю от Р, да? А мю от Р у нас в случае стационарного поля, а мю от Р, это не просто наш потенциал Фи, да? А вектор потенциала нет. Вот наш Фи и Фи 0, да? То есть, иначе говоря, здесь у нас будет просто стоять нулевая компонента, нулевая компонента фурье образа от вектор потенциала, верно? Таким множителем она сюда входит для внешнего стационарного поля. Если бы поле было не стационарным, тогда нужно было бы делать преобразование Фурье по еще, по Д4Р, да? Здесь бы появилась зависимость от четырех вектора. А чему равна эта А 0 от Ку? Давайте, к доске кто-нибудь выходите. Давайте, Леонид, выходите. То есть, еще раз, пока Леонид пишет, напоминаю, что наша задача состоит в том, чтобы найти истинную поляризацию рассеянного поляризованного электрона на ядре. Мы посмотрим, к чему сводится рассеяние на ядре. Как мы видим, окажется, что это сводится к повороту вектора поляризации на определенный угол. И этот угол мы с вами найдем. Да, то есть, можно брать просто преобразование Фурье от того, что я написал, а можно посмотреть на наше уравнение, вот это уравнение, да? И взять преобразование Фурье сразу от уравнения, что проще, потому что мы знаем, куда Ла-Плосян переходит, и чему преобразование Фурье от дельта-функции равно. Ла-Плосян переходит куда? Минус Q вектор в квадрате. На Фе от Q, да, умножить. Мы его в Фестильде обозначили. А здесь будет? Это Е, да. Отсюда вот эта Фестильда, это и есть наша А0 от куб, правильно? Вот пишем еще чему-то, правильно. 4П, это что такое? А, это R такое. Квадратик. Знак минус сократился, да? Да. И 4П тоже нет. 4Q вектор, да, трехмерный. Да, вот такая штука. Отлично, давайте пишем, чему равна амплитуда пока что. Мы должны явно работать с вектором поляризации кси, да? И в ваших задачах, в задании, точно так же, там несколько задач на поляризационные различные эффекты. Значит, как вы их решаете? Вы должны просто явно расписывать, как выглядят ваши спиноры. Спиноры у с чертой и у, да. Через два спиноры фи и при возведении в квадрат пользоваться вот этими формулами. Фи на фи крест это есть матрица, связанная с вашим вектором кси. То есть кси, он появляется уже в квадрате матричного элемента, да? Да, отлично. Ну, а 0 напишем, давайте сразу, чтобы я не болтался. Можно явно написать. Да. Да, я не могу. Ну, один штрихованный, а другой не штрихованный. Вот этот штрихованный, а этот не штрихованный. То есть слева у нас не штрихованный идет. Только аккуратненько, ладно. Вот здесь вот у вас у с чертой в нем сидит у крест, да? Да. Ну, давайте отдельно, может, вот здесь вот у крест напишите. Где-нибудь, да, у крест еще, ладно. Тоже е плюс м. Это есть уже это есть строка, да? Давайте здесь, смотри. Только везде будет какое? Фи-крест, да, фи-крест. Фи-крест. Запятую, поставьте здесь. То есть фи-штрих, он будет... Ну, его можно вынести пока. Вот, смотрите, записать это как просто корень е плюс м. А здесь вот так вот вынести. Фи-крест, а здесь дничная матрица и сигма п на е плюс м. То есть пока в таком виде давайте запишем. Два раза е плюс м будет. Сигма п на е плюс м. Дальше идет фи-штрих-крест у нас, да? Крест, а потом матрица. Сначала здесь матрица какая-то идет. Вон она написана. Точнее, даже не матрица, а строка, да? Вот эту строку надо умножить вот на такой столбец. Из него тоже фи выносим, да, остается. Какой столбец? Один. Ага. Надо аккуратно. Вот здесь вот у нас импульс, это п-штрих, да? А здесь импульс п, да? Фи, вот так вот. Ага. Правильно. Вот дальше у нас возникнут разные произведения сигма-матрица. Давайте их сразу где-нибудь здесь напишем. Запомним, как они выглядят. Вот у вас есть сигма-п на сигма-п-штрих на сигма-п. Вот такая штука. Чему это равна? Если я снова через сигма-матрицу это переписываю. У нас алгебра сигма-матрица. Помните, сигма-и, сигма-жи. Это что такое? Дельта и жи. Ага. И эпсилон. И жи-к на сигма-к. Правильно? И жи-к. Поэтому вот такое произведение чему будет равно тогда? Пштрих на п. Пштрих на п. Вот отсюда. Пишите. Пштрих на п. Вот у нас ровно такое произведение, он в том углу возникает. Пштрих на п, скалярное произведение. А отсюда что будет? Плюс векторное. Плюс и на векторное произведение, и векторное произведение. Кого с чем? Да. А если бы сигмака не было, то вы бы что получили при свёртке с P' с P? Вы бы получили катую компоненту векторного произведения, правильно? И всё это скалярно умножить на сигма, да, вектор. Да, вот так вот. То есть, если у меня есть два вектора сигмами, то их произведение есть просто скалярное произведение плюс I на векторное произведение. Векторное произведение порядок важен, поэтому здесь P' здесь P'. А давайте отдельно сейчас нарисуем, чему равна вот эта матрица. Здесь же стоит матрица какая-то, да? Ну, просто перемножаем один. Угу. Не-не, это будет матрица в смысле, что это матрица 2 на 2 будет, да? Это же не 4 на 4 матрицы. Здесь же строку умножайте на столбец, да? То есть, в обычном смысле это скалярно, поскольку здесь матрицы 2 на 2 стоят, то это будет матрица 2 на 2, да? То есть, это будет 1 плюс эта матрица умножить на эту матрицу. Вот ее расписываем, как мы поняли сейчас. Ну, 1 на 1 плюс это на это. Строка на столбец, как обычно. Плюс, да. Да. Ну, да. Все в квадрате. Ну, закройте эту скобочку. Да нет, такую большую не надо. То есть энергии разные? Энергии, да, замечательные. А, энергии, да. Вот, а разные ли? При рассеянии во внешнем поле энергия сохраняется у нас? Сохраняется. Поэтому импульсы разные, да, но их модуль один и тот же. То есть, поэтому энергии одни и те же. Ну так, в принципе, замечание правильно. То есть, можно было бы подумать, что энергии разные. Когда энергии будут разные? Если у вас внешний источник, внешний источник от времени не зависит. А если он не зависит от времени, то есть, есть трансляционные по времени варианты, то энергия будет сохраняться у вас, да? Вот, получили такое выражение. Давайте его символически запишем в таком виде. Веду такой вектор ν, равный p векторно на p штрих поделить на модуль p на p штрих. Это что такое? Вот у меня есть плоскость рассеяния, исходный импульс p и импульс p штрих, да. Вектор ν это вектор перпендикулярный до плоскости рассеяния. Это импульс рассеянного электрона, это импульс исходного электрона, а ν перпендикулярный плоскости рассеяния, да. Давайте введем такой вектор и тогда перепишем вот то, что здесь получится, перепишем в следующем виде. это есть а минус и b на сигма, да. Где а это есть 1 плюс p по штрих на ε плюс m в квадрате, да. А b пишите сами. Вот я выделил здесь и знак минус возник, потому что здесь порядок другой, p на п штрих, да, минус. Выделил от ν, а b это весь остальной коэффициент, да, который перед ν стоит. Это что такое будет? Знак минус я уже выделил, то есть там не будет минуса, да. Без минуса только. Стерли, да. Хорошо. Вот это а и b, два коэффициента, да. Обратите внимание, что эти коэффициенты, они в Борновском приближении, то есть в том приближении, когда у нас здесь только одна вершина взаимодействия, да. Я стер диаграмму. Одна вершина взаимодействия с фотоном ядра, да. В Борновском приближении они вещественные. Они вещественные. Давайте мы сейчас забудем про то, что они вещественные, и будем рассматривать более общий случай. Нам их явный вид сейчас на самом деле пока не интересен. Мы будем считать их какими-то комплексными функциями, да. То есть мы будем рассматривать более общую ситуацию, когда у нас не только Борновское приближение, но и все другие порядки мы тут тоже будем подразумевать, поэтому в дальнейшем не будем считать их вещественными. То есть если мы их возводим по модулю в квадрате, то А и Б должны комплексно сопрягать. Вот у нас получилось какое... Давайте еще раз перепишем, чему у нас получилось М. Да, равно... Все вот эти множители мне очень нужны, и можно написать наружу. Минус Е. А0. А0, вон мы его нашли, да, просто не пишем. Явно. Здесь фи штрих крест. А минус ИБ, да. Минус ИБ. На фи. Да, вот так. Отлично. А теперь будем... Наш план такой. Мы эту величину возводим по модулю в квадрате. Возводим по модулю в квадрате. И приводим к вот такой форме. Приведем к такой форме и извлечем тогда отсюда истинную поляризацию конечного состояния. Ну, давайте вот здесь вот и пишите. Вот М по модулю в квадрате стоит. Да. Наспешите, я вам освобожу место. Обратите внимание, что когда вы по модулю в квадрате возводите, у вас возникают ровно вот такие комбинации. Фи на Фи-крест. Вы их заменяете на соответствующие выражения для матриц плотности. Фи. Да. Теперь на такую же величину комплексно-сопряженную. Как она будет выглядеть? Фи-крест. Ага. Надеюсь, вот букву И не забываем. У нас здесь буква Х еще была. А здесь крестом зачем? Ну, вы берете крест от вот этого выражения, правильно? Значит, здесь у вас просто комплексное сопряжение будет. А крест от креста это что такое? Ага. Это просто Фи, да? Отлично. Да, теперь мы стандартная техника, когда мы возводим маточный элемент по модулю в квадрате, это переписывает через след. Вот здесь вот у вас прямо матрица плотности возникла, да? Теперь, если в индексах это все вы переписываете и помещаете вот этот спиннер сюда, у вас здесь вот тоже организуется след. Организуется еще одна матрица плотности. А все выражение превращается в след, правильно? Ну, вот тогда давайте напишем. Значит, там общие коэффициенты, как вы понимаете, они не важны, верно? Почему? Потому что в конечном выражении мы должны выделить, представить этот матричный элемент, представить его как единица плюс Кси Ф на Кси физическое. То есть вот общий коэффициент, который здесь стоит, он не важен. То есть мы можем вот этот тоже опустить, его не переписывать, да? Ну, давайте посмотрим, что это такое будет. То есть это будет. Сигма у нас эрмитовая матрица, да? То есть сигма-крест. Мы там крест делаем. Не просто... Зачем-то? А и Б. Нет, ну А и Б это же не матрицы, это же числа обычные. У обычных чисел крест это просто комплексное сопряжение. А сигма это матрица. Мы что делаем? Еще раз, вот смотрите. У нас есть вот это число. Мы должны взять его комплексно-сопряженное число. Это число, поэтому его комплексное сопряжение это все равно, что его эрмитовое сопряжение. Эрмитовое сопряжение это запись в обратном порядке все эрмитово-сопряженные величины, да? А сигма-крест равно сигма. Да, ну так вот. Ну, можно теперь уже явно писать, что такое... Здесь тоже штрих, да? Что такое вот эта вот штука, и что такое вот эта матрица плотности. Одну четвертую тоже можете не писать, да? Она у вас тоже можете писать пропорционально, да? Здесь от каждой матрицы плотности по одной второй вылезет. Но можно эту одну четвертую таскать за собой, а можно сразу писать. А какая кси? Давайте аккуратно. Вот это кси... Это спинор, отвечающий конечному детектору, да? Вот этот фиш-трих, это волновая функция детектора. Поэтому у него... Да, у него поляризация кси-ф, да, на сигму, правильно. Да, написали это. А здесь какое кси? А здесь начальное, кси-и. Да, совершенно верно. Здесь просто а со звездочкой, да? Звездочку пока таскаем. То есть у нас даже в случае, когда мы смотрим не в Борновском приближении, у нас все равно матричный элемент будет иметь вот такую структуру. Ему не от чего больше зависеть. То есть есть некий вектор ню, задача, да? Связанный с... В поляризации... С векторами p на p штрих. Вот мы вот так вот записываем матричный элемент, да? И дальше возводим его в квадрате. Вот посмотрим, к чему приводят эффекты Борновского приближения. То есть то, что А и Б вещественные. В самом конце посмотрим. А пока будем считать их произвольными. Да, трейс закрылся, да? Ага. Окей. Ну тогда у нас идут уже в том, где либо нет сигму матрикс, либо у них четное число. Нет, не совсем правильно. У вас есть... Давайте будем здесь вот сигму матрицу у нас будет. Трейс сигма и сигма живи. Чему равен? Два дельта и живи, правильно? Два дельта и живи. А трейс трех матриц сигма и сигма живи, сигма ка. Это не ноль, это не гамма матрица. Ну как мы действуем? Это будет трейс двух, умножить на епсилон. Да. То есть это будет... А епсилон двух мы знаем, это к дельте сведется. Поэтому это будет просто два епсилон и жика. То есть епсилон и жика в одних. То есть можно, конечно, трейс четырех матриц, тоже будет некая комбинация дельт. Да? Здесь так посмотрим. Здесь их довольно много. Да? Раз, два, три, четыре. То есть максимум четыре матрицы здесь есть. Но здесь довольно много слагаемых. Да? У вас четыре скобки. Два в четвертой. Это многовато. Да? Слагаемых. Поэтому разумно не просто так скобки раскрывать, а попытаться как-то немного упростить. Давайте пока вы тут можете оставить в покое. Как есть, так и есть. А вот все, что вот здесь вот стоит, максимально упростим. Это что значит? Приведем это к виду некое матрице на единичную, некое число на единичную матрицу, плюс некий вектор на сигма матрицу. Как это лучше всего сделать? Просто я такой рецепт говорю. Конечно, можно в лоб все это раскрывать, либо в фейнкалк выражение задать, он вам трейсы все посчитает. То есть на практике проблем вычисления трейсов никаких нет, тем более вы знаете, как они все выглядят. Просто чтобы мы сейчас побыстрее это сделали. Давайте прежде всего прокоммутируем вот эти две матрицы. То есть я напишу вот это произведение, напишу как 1 плюс начальное на сигма, а здесь а минус и б ню сигма, плюс коммутатор, пишите коммутатор. Чем это удобно? Вот глядите, у вас вот эта матрица а минус и б ню сигма, она стала рядом с комплексно сопряженной матрицей. Теперь их можно перемножить и довольно простое выражение получится. Там сумма квадратов каких-то и так далее. Коммутатор, да, исходного. Вот, отлично. А коммутатор сигма матриц мы знаем, чему равен. Его где-то надо написать. Давайте так напишу, сигма А, сигма Б. Вот такой коммутатор, чему равен. Векторному произведению А на Б. Ага. Давай, векторному АБ. Угу. Скалярно на сигму. На сигму, правильно. И что еще осталось? Плюс на скалярно. Нет, от дельта и ж ничего не будет здесь. У вас же это коммутатор. Ну, коммутатор сигма И, сигма Ж. Это что такое? Алгебра момента. 2. 2 и эпсиона ЖК, сигма К, да? То есть еще двойка посереди. Угу. То есть 2 и здесь стоит А на Б и скалярно умножить на сигму. То есть вот, значит, то, что здесь написано, мы сразу можем посчитать, чему это равно. Ну, напишите. Давайте так. Вот просто переписывайте, чему след равен. И заодно подставляем сразу вклады соответствующие. Чуть-чуть пониже его напишите, чтобы здесь он не налез. Трейс. Вот эту комбинацию пока не трогаем. Мы ее в конце умножим. Смотрим. Вклад от первого члена. Значит, пишем скобку. 1 плюс кси и тридцать сигма. А здесь возникнет произведение одной скобки на точно такую же скобку сопряженную. Ну, вот сразу возводите это дело в квадрат. То есть перемножайте это на это. Что получится? Только аккуратно. Так, ну, модуля в квадрате. Модуля в квадрате, да, есть такое. Да. Если это на это умножается, то что получится? Нью сигма в квадрате, это есть единичка, да, будет плюс модуль B в квадрате. Плюс модуль B в квадрате. Окей. Теперь, если вы перекрестные члены берете, это на это, плюс это на это. Что такое будет? Реальная члена. Реальная или какая? У вас, смотрите, здесь вот A со звездочкой на B со знаком минус, а B со звездочкой на A со знаком плюс. Ну, напишите, что получится. То есть будет некая мнимая часть двойная, да. Чего? Не, есть разница, A со звездочкой на B или B со звездочкой на A. То есть правильно оно написано. То есть A на B со звездочкой написали. А на B со звездочкой, да. А на B со звездочкой. Тогда у вас вот это произведение пошло со знаком плюс, да. А, оно дало вместе с этой I, I на удвоенную мнимую часть, и еще одна I есть. Правильно? I впереди была. И здесь, и здесь. То есть что будет? Какой знак? Ну, потерялись, можете аккуратно написать в уголку, что это за слагаемое. Только про I не забывайте, у вас еще I коэффициент там есть. Это вы умножили, это вы умножили что? Это умножили на это, да. Это умножили на это. И минус, минус наоборот. Это умножили на это. Да, правильно. Теперь I за скобки выносим, да. И выносим за скобки. А, значит, умножить минус. Здесь A на B со звездочкой, минус A со звездочкой на B. Это что такое? Это есть 2 I, мнимая часть A на B со звездочкой, какую написали, да. То есть, значит, еще знак минус здесь, да, минус, правильно. Минус. Отлично, вот мы уже две скобки перемножили, да, как надо. Остался вклад от вот этой штуки. Здесь вот как-то надо это аккуратно писать, потому что у вас... Да, да, да. Нет, не там поставили скобку. Это у вас вот 1 плюс кси, то есть, она умножается вот здесь, да. То есть, вот эту скобку, смотрите. То есть, вот эта скобка, первая, она умножается вот на эту скобку. Давайте так вот, чтобы подчеркнуть. Ага. И есть еще вот этот вклад. Вот этот коммутатор вы должны умножить на эту. Давайте напишем просто, почему коммутатор равен. Так, но коммутатор тут только сигма матрицы. Да, здесь работают только сигма матрицы, и вы знаете, как этот коммутатор записывается, да? Вот так вот. Не-не-не, нет, 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 аккуратно. Вы вот этот коммутатор еще должны умножить на вот эту матрицу. А. Ага. И B со звездочкой. Ну, крест не пишите, это уже число у вас. Ага. Сигма. А вот теперь большую скобку закрываем. Вот большую, квадратную, да? Ага. Здесь это что за знак? Плюс-минус? А, минус. Минус, да? То есть вы написали минус и B, минус и B, да? И еще два I у вас возникло. Значит, вместе после умножения на 2 I это будет что? Плюс? Плюс 2. Плюс 2, да? Ну, напишите, плюс 2. Плюс 2 B, да? Плюс 2 B. Ага. Вот. Отлично. Отлично. Ну что, теперь нужно их перемножать. Нужно эту скобку умножить на эту скобку, а это умножить на эту. И каждый из этих слагаемых снова приводить к виду, к стандартному виду, то есть в который входит только одна седьмая матрица. Ну, давайте это аккуратно делать равно. Давайте здесь место освобожу. Да, ну давайте перемножаем. Ну, сначала все с единичкой пишите. Ню, сигма наружу напишите, чтобы не было иллюзий, что она под гнимой частью. Ну, и ладно, пишите, как хотите. Здесь знак минус у нас, да, с вами? Ага. А на B со звездочкой. Ага. Это вот от единички. Теперь перемножаем с сигмой, да? То есть есть вот такой. А плюс B квадратная, сиитая сигма, да? Сиитая сигма. Ага. Такой есть, товарищ, да? И есть вот произведение типа А на сигма на B на сигма, да? Вот такого типа произведения. Сразу вот так. Ну, сразу, да, конечно. Коэффициент выношим сразу. Коэффициент будет минус 2. Минус 2, минус 2, мнимая часть А на B со звездочкой. Ага. И умножить на что? Первое слагаемое. Первое слагаемое, это будет скалярное произведение, да? Си, сиитая, сиитая на ню, да? Сиитая на ню. А второе? Ага. Здесь минус 2, да? Так, это мы написали первую, первый вклад, да, написали. Теперь есть вот этот вклад. Почему минус? Просто вот это. Это, ну, это, да. B на А со звездочкой. B на А со звездочкой. Вот здесь два слагаемых. Одно вот это и вот это. B на А со звездочкой на какой вектор? Ню на сиитая, на сиитая. Ага. Такое есть. И теперь аккуратненько умножаем вот это на это. Симножители выносите. То есть будет пока что плюс 2i, B по модулю в квадрате. Ага. А здесь точно так же раскрываем по вот той формуле. Первую скобочку открываем. То есть мы должны взять скалярное произведение этого вектора с этим вектором. А, ну, ноль. Это есть ноль, да? Почему? Потому что вектор ню крест сигма и, он перпендикулярен вектору ню. И его скалярное произведение с вектором ню будет равно нулю. То есть вот этот член, он вылетает. Правильно? Да. То есть остается только второй член. Да, мы приедем и в квадрате. И у вас еще лишнее в квадрате, да? Окей. Значит, мы должны векторно взять векторное произведение ню в си и т, да? Этот вектор. Умножить векторно на ню. И результат умножить скалярно на сигма. Ну ладно, пишите скобку, хорошо. Нормально. Правильно? Что? Угу. И в квадрате, да? Вот здесь написано. Одна и была здесь, и еще одна и пришла отсюда. Да? Угу. Хорошо. Закрываем вот эту скобку. Вот эту скобку. Ну что, упрощаем. Давайте опять там все оставим. На случай. Друг мы где-то так. Что-то не так написали, что быстро проверить можно было. И сюда вот переписываем. Равно. Значит, как это можно немного упростить? То, что здесь написано. Ну, с вот этими слагаемыми ничего не сделаешь. Они как есть, так есть. А некоторые... Ну, правда... Здесь минус, да, стоит? Угу. Ну, вот эти можно собрать вместе, да? Вот это можно собрать вместе. И... А, и все. Больше ничего не соберешь. Можно вот это векторное произведение двойное упростить, да? А, вот эти слагаемые можно собрать. Вот, глядите, с векторным произведением. Вот есть такое слагаемое, да? И есть вот такое слагаемое. Их, в принципе, вместе можно собрать. Теперь давайте двойное векторное произведение тоже распишем, чтобы как-то можно было упростить. Ну, где это сделать? Внизу давайте что-ли сделаем. Внизу. У нас есть формула БАЦ минус ЦАП, но она у нас... БАЦ наоборот. Наоборот. Она вот к такому, да, применима. К такому векторному произведению. То есть это B на АС минус Ц на АБ. То есть когда А является первым со множителем. Ну, то есть сейчас знака минус только. Так. Ну, А, В, Ц, только все выписано, но я знак не. Ага. Правильно. Знаки не ошиблись. БАЦ минус ЦАП. Наши пределы просто поменять ню и ю. Ну, вот к такому виду приводим и расписываем, да? По-моему, неправильно. Аккуратнее. Ну, еще раз. Вот это произведение, которое вы написали, это есть что такое? Да, да. Которое здесь написано. Это есть минус ню умножить на ню на ксиитая. Правильно? Да. Вот то, что здесь написано, это вот такое выражение, да? А к нему уже применяем формулу БАЦ минус ЦАП. То есть будет минус ню на ню ксиитая плюс, вот, что там, ксиитая на ню в квадрате. А ню в квадрате равен единице. Да, это у нас единичный век. Поэтому знаки здесь будут, здесь знак плюс, а здесь знак минус, да? Угу. Окей. Отлично. Ну, давайте все аккуратно. Сейчас сюда перепишем. Трейс пока оставляем как есть с общим множителем. Скалярный множитель А по модулю плюс Б по модулю в квадрате. Такие там. Угу. Дальше. Вот такого рода множители. Ню на сигма куда у нас входит? А, входит сюда. Куда-нибудь еще входит? Никуда больше не входит, да? Ню на сигма больше нету. Правильно? Ню на сигма больше нету. А, вот здесь вот есть. Вот здесь вот есть, да? Но у нас с каким-то множителем другим, да? Ну, давайте как есть, так и перепишем тогда. То есть это переписали. Это переписали. Два. Минус сигма. Мимая часть. Минус два. Минус сигма. Мимая часть А на Б со звездочкой, да? Дальше. Кси-итая на сигма. Такого рода слагаемая у нас есть. Да, оно появилось. И вот здесь вот еще было, да? Кси-итая на сигма. Кси-итая на сигма. Так, значит, здесь у нас и квадрат дало нам, сразу давайте напишем, чтобы знаками не запутаться. Вот здесь вот и квадрат дало нам минус, правильно? И квадрат дало минус. Так, вот это у нас умерло, да? Это у нас умерло, как перпендикулярный вектор. А здесь стоит минус 2b, да? На Кси-итая. Что? Вот это? Я его и не писал только. Сейчас. А, секунду. Не знаю. Это я зря стер, зря его убрал. Вы просто сигму пишете, похоже на нее. Нет, это не умерло. Оно есть. Я ошибаюсь. Никуда оно не делось. Оно подчеркнутое, оно такое же, как вот это, да? То есть у нас перед Кси-итой минус 2b квадрат, да? Поэтому здесь минус b квадрат. Написали это, да? Дальше что у нас пошло? То есть вот это написали. Это слагаемо написали. Эти написали, да? Эти написали. Теперь Кси-итая на ню. Вот эти давайте посмотрим. Кси-итая на ню. А тут я сигму не пропустил. Сигму нет, да? А сигму нет, да. Сигму нет. То есть таких нет, их отдельно надо писать. Давайте пишем. Ну, это слагаем. Оно минус 2, мнимая часть, да? Минус 2, мнимая часть. А на B со звездочкой, Кси-итая на ню. Кси-итая на ню, да. Вот это слагаемое написали. Теперь давайте подчеркнутые слагаемые соберем. Вот это подслагаемое и вот это. Глядите, что у вас стоит. У вас стоит... Ну, где-нибудь отдельно можно написать. Просто реальность. Правильно. Реально. Только надо ее с правильным коэффициентом написать. Какой вектор выносим? Вот этот? Выносите Кси-итая ню на сигма, да? Вот туда пишите. Плюс Кси-итая векторная на ню. И все это умножить на сигма. Тогда у нас возникнет такая здесь комбинация. Минус 2и, мнимая часть. Минус 2и, мнимая часть. А на Б со звездочкой, А на Б со звездочкой, это отсюда. Из первого подчеркнутого, да? А из второго подчеркнутого возникнет что? Минус, да? Минус, потому что я должен Кси-итая и ню местами поменять, чтобы к такому виду привести. Минус 2, Б на А со звездочкой. Правильно? Б на А со звездочкой. Значит, что такое будет? 2и, мнимая часть. Распишем еще раз. Минус 2 не будет уже, да? У нас 2и, мнимая часть числа. Это что такое? Это число минус комплексно сопряженное. А, всегда переписано. А на Б со звездочкой со знаком минус, да? Плюс А со звездочкой на Б. Это мы вот это расписали. Минус 2, минус 2, Б на А со звездочкой. Ага, видно, что они собрались во что? Здесь минус 2, а здесь плюс 1, да? То есть это что получилось? Минус, вот так, минус комплексно сопряженное. То есть это что такое? Минус 2 реальные части, правильно? Вот и рисуем туда. То есть вынесли вектор кси и т на ню. Да? Кси и т на ню. Кси и т на ню на сигма. Кси и т на ню на сигма. Минус 2 реальные части А на Б со звездочкой. Да, это мы подчеркнутое слагаемое выписали. И что осталось еще? Вот это еще осталось, да? Мы должны умножить это на сигма и взять вот с таким коэффициентом. То есть будет плюс, да? Плюс. Минус на минус, дал плюс. Здесь был минус. Здесь был тоже минус. Ню на сигма, и кси и т на ню. Ню на сигма. И кси и т умножить на ню. Это мы вот этот выписали. Все, все выписали слагаемое. Отлично. Теперь будем брать след. А это уже достаточно просто. Почему? Смотрите, если я беру из первой скобки единичку, то при взятии следа из второй скобки у меня выживут слагаемые без сигма-матрицы. Правильно? Без сигма-матрицы. И след будет двойка. Если я в первой скобки беру член сигма-матрицы, то наоборот, у меня во второй скобки выживают только слагаемые с сигма-матрицей. И они мне дают скалярное произведение. Верно? Я пользуюсь соотношением, что трейс, вот таким соотношением, что трейс а сигма на б сигма умножить. Это есть два АБ, да? Два АБ. Поэтому мы сразу пишем уже ответ для следа. Значит, след будет общая двойка. Общая двойка и большая скобка. Все, выписываем все. Сначала от единички. От единички у нас есть такой вклад. Этот будет. А вот это что такое у вас? Это сигма или что-то такое? Тогда не будет от него вклад. А, вы его не пишите, да? Вы какой пишите? Вот этот, а это что такое написано? Так сидит она сигма, да? Вы сигма-то интересно пишите. То есть пишет, вот этот вклад, да, у вас возник? Угу. Еще есть? Все, нету, да? То есть только вот эта матрица от сигмы не зависит. Это тоже сигма, да? Это не зависит. И вот это не зависит. Да? Окей. Смотрим сигмой матрицы в первой скобке. Двойка оттуда идет? Двойка. Либо вы берете след от единичной матрицы, двойка, да? Либо вы сейчас будете брать след от двух сигма-матриц. Это тоже двойка. Поэтому двойка сразу общая. Так, пишем. Значит, вот этот вклад есть, да? Как он будет выглядеть? Минус 2 мнимая часть. А на B со звездочкой. Кси-Ф на ню. Окей. Так. Здесь вот. А квадрат минус B квадрат. Ага. А здесь скалярное произведение. Си-Ф на кси-Ф. Ага. Отлично. Этого нет, поскольку трейс одной сигмой матрицы равен нулю. А что-то этот есть, да? Да, это будет. Минус. Здесь еще. Спасибо. Это скалярное произведение с кси-Ф. Окей. На две реальные части. А на B со звездочкой. Ага. И плюс 2B квадрат. Множить на. Ага. Да. Вот таким. Таким образом. Да. Таким образом. Таким образом. Вот смотрите, что у нас получилось. Глядите. У нас вот эти слагаемые вообще одинаково устроены. Минус 2 минимая часть кси-Ф на ню. Минус 2 минимая часть кси-Ф на ню. Да? Можно было бы вместе написать. Окей. Давайте теперь представим наше выражение. Это квадрат матричного элемента. Это квадрат матричного элемента. Мы его представляем в таком виде. Выносим величину так, чтобы здесь была единичка. А здесь у нас стоит кси-Ф умножить на некий вектор. Вот давайте в таком виде ее и представим. То есть мы должны вынести скалярную величину, которая от кси-Ф не зависит. Что у меня от кси-Ф не зависит? Подчеркните. Вот эта штука от кси-Ф не зависит. Вот эта тоже не зависит. Это зависит. Это зависит. Это зависит. То есть ее мы вынесли наружу за квадратную скобку. Это у нас единичка возникла. Дальше пошло кси-Ф. Кси-Ф. А здесь пишем все, что от кси-Ф зависит. Во-первых, появился знаменатель. Это то, что мы вынесли наружу. Подчеркните. То есть А поможем в квадрате. Плюс Д поможем в квадрате. Минус две мнимые части. А теперь рисуем, что у нас осталось в числителе. То есть мы вынесли кси-Ф. Вынесли. Значит, от этого слагаем. Будет что? Минус две мнимые части А на Б со звездочкой. Умножить это все на какой вектор? На ню. Да. На ню. Отлично. Отсюда что будет? На квадрат минус Б квадрат. Умножить на кси-вектор. Отлично. Отсюда кси-Ф вынесли наружу. Прямо векторное произведение осталось. Будет минус две реальные части. Кси-Ф на ню, да? Минус две реальные части. Кси-Ф на ню. Угу. Отлично. И последнее слагаемое. Плюс 2. Плюс 2 Б по модуле в квадрате. Здесь ню на кси-ИТе. Ню на кси-ИТе. Да. И умножить еще раз на ню. Ага. Да. Отлично. О! Фактически мы с вами решили нашу задачу. То есть мы представили наш квадрат маточного элемента вот в такой форме. Да. И увидели, чему равно кси-Ф. Вот что вся вот эта дробь такая здоровенная, это и есть наше кси-Ф. Вот давайте на нее сейчас внимательно посмотрим и проанализируем. Во-первых, в Борновском случае, давайте вернемся к Борновскому случае. У нас А и Б это вещественные числа. Правильно? То есть в Борновском случае получается, что у меня вот эта мнимая часть, она вымирает. Да. Эта мнимая часть вымирает. И вот эта мнимая часть вымирает. Первая слагаемая. То есть вымерли все слагаемые, а остальные слагаемые в числителе, они, обратите внимание, пропорциональны кси-ИТе. Кси-ИТе. Что это значит? Это значит, что если у вас начальный пучок был не поляризован, то есть поляризация его средняя, кси-ИТе, равна нулю, да, то в Борновском приближении ваша конечная поляризация, которая дается этим выражением в Борновском приближении, то есть там, где вот этого нет, она тоже будет ноль. То есть при рассеянии неполяризованный пучок перейдет в неполяризованный пучок. И это эффект Борновского приближения. То есть это справедливо только для Борновского приближения, где А и Б это вещественные числа. Если вы берете следующее за Борновском приближение, приближение, то есть, например, рассматриваете какую-то диаграмму такого типа, да, когда у вас два раза вы с ядром взаимодействуете, то у вас, даже если начальный пучок был неполяризован, если кси-ИТе равно нулю, у вас все равно появляется ненулевая поляризация. Появилась. И эта поляризация, обратите внимание, она пропорциональна ню. Ню это п, это векторное произведение п на п штрих, да. Это единственный псевдовектор, который у вас есть в задаче. У вас так есть еще кси-ИТе псевдовектор, а из импульса вы можете построить только векторное произведение п на п штрих, да. Вот как и следовало ожидать, ваша поляризация, она пропорциональна вот этому единственному псевдовектору, который есть в задаче, да. То есть если у вас начальный пучок был неполяризован, то поляризация может возникнуть только в следующем заборновском порядке. То есть поляризация, она будет подавлена по альфа. Поляризационные эффекты будут подавлены по альфа. Вот это мы с вами отсюда увидели. Теперь давайте вернемся к нашему Борновскому приближению. То есть все лишнее сотрем. У нас лишняя вот эта мнимая часть, да, здесь. И в Борновском приближении не будет вот этого слагаемого. Правильно? И попробуем проанализировать полученное выражение для Си физическое. Вот оно у нас, да. Посмотрим, что здесь на самом деле написано. Чтобы это проанализировать, давайте сделаем следующее. Вот у нас есть плоскость рассеяния. Это П, это П штрих, да, есть ню. Есть вектор начальной поляризации, кси и т. Вот в этом базисе. П, П, штрих и ню. Давайте разложим его на параллельную компоненту и перпендикулярную компоненту. Где параллельная компоненту вектора, это есть просто параллельная вектору ню. Вот это есть кси параллельная. Это есть ню на ню кси и т. А перпендикулярная компонента, это есть все остальное. То есть это есть кси и т минус ню кси и т. Давайте представим вектор кси и т вот в такой форме. Давайте где-нибудь там сотрите и пишите, чему равно кси физическое. Кси физическое. Ну вот здесь вот кси и т. Прямо явно давайте пишем, что это есть кси параллельная плюс кси перпендикулярная. Умноженное кси параллельное плюс кси перпендикулярная. Кси перпендикулярная, да. Здесь у нас две реальных части превратились просто в 2а на b. В этом векторном произведении что выживет? Какая компонента? Перпендикулярная. Как это пишем? А на b, а здесь кси. Итая перпендикулярная. Да, перпендикулярная. Ага. Итая. Начальная. А вот это что такое, живем? Это параллельная. Это параллельная. Плюс 2 кси параллельная. Ага. И всю эту радость делим на а квадрат по модуле плюс b квадрата. А квадрат. Они у нас вещественные. Можем так вот писать. Сюда. Отлично. Ну, теперь все собираем при кси параллельной. У нас есть какие векторы? Смотрите. У нас есть кси параллельная, кси перпендикулярная и вот это векторное произведение. Вот наш репер, да, получился. Давайте сюда собираем. Пишите сюда. При кси параллельной для начала собираем. Оно у нас куда входит? Так. Оно входит сюда. Сюда. Еще куда? И сюда. А лишь та квадрат минус b квадрат плюс 2b квадрат. Это есть. И делите еще на а квадрат плюс b квадрат. А, и просто единица. Просто единица получилась, да? То есть кси параллельный вектор, он остался неизменным, да? Дальше смотрим. Кси перпендикулярная. Он только сюда входит. Сюда он не входит. Это независимый вектор, да? Он перпендикулярный ему. Так и пишите. Кси перпендикулярная умножить на коэффициент соответствующий. А квадрат минус b квадрат поделить на а. На кси перпендикулярный. Отлично. И оставшийся вектор на слой коэффициент. Вот у нас три базисных вектора. Это параллельная компонента. Параллельная компонента. Перпендикулярная компонента. И векторное произведение. Такой, такой и вот такой. Три вектора. Кси параллельная. Кси перпендикулярная. И векторное произведение. Кси, яйцет и перпендикулярная, на ню. Вот у нас есть три таких базисных вектора. Вот мы при них коэффициенты собираем. Вот кси параллельная. Вот кси перпендикулярная. и вот чип перпендикулярное на ню. Таким красным цветом обозначено. Замечательно. Получили такое выражение. Напоминаю, что А у нас, это есть единица плюс П по штрих на епсилу плюс М в квадрате, а Б, это есть модуль векторного произведения, поделись на Е плюс М в квадрате. Правильно? Вот так. Давайте, это какие-то числа, правильно? Я их могу представить как, каждый из этих чисел могу представить как ρ на косинус Пси пополам, да? А это скажу, что это есть ρ на синус Пси пополам. То есть вместо А и Б могу ввести ρ и Пси. Правильно? У меня уже право делать. Но для конкретных А и Б я могу найти, чему равно ρ и чему равно Пси. Верно? Если я так сделаю, то вам что перейдет наша формула? Что такое будет? Пишите. Здесь будет что? Косинус в квадрате минус синус в квадрате. Это что такое? Удвоенный косинус. Удвоенный косинус. А знаменатель это просто единичка будет, да? То есть будет плюс косинус Пси на синус Пси на синус Пси. Отлично. И что мы получили с вами? Вот еще раз рисую ту же самую картинку, да? Вот у нас есть начальный импульс П, конечный импульс П штрих, есть ν, да? Есть начальная поляризация Кси-ИТ. Наша формула нам говорит, что Кси-ИТ параллельная остается неизменным. У Кси-Физической параллельная компонента такая же, как в начале, да? Она такая же, как в начале. То есть вот он Кси-Ф, а Кси-Физическая, Кси-Физическая, и параллельная компонента у нее такая же, как у Кси-ИТ, да? А с остальными компонентами что происходит? Смотрите, это умножается на косинус и на синус. Это что такое? Вот у вас у Кси-ИТ была какая-то перпендикулярная компонента, у Кси-Физическая тоже какая-то перпендикулярная компонента. Что с ними произошло с этими компонентами? Если я вот это по модулю в квадрате возьму, плюс это по модулю в квадрате возьму, я получу Кси-Перпендикулярное по модулю в квадрате, да? То есть вот эта компонента не изменилась, вот эта величина, этот отрезок, он не изменился, длина его такая же, здесь и здесь, да? То есть что это такое? Что произошло с поляризацией? Она повернулась на угол Пси. То есть то, что здесь написано, это просто в векторной форме запись преобразования поворота на угол Пси. Правильно? То есть физический эффект, который у нас происходит в процессе рассеяния, это поворот вектора поляризации начального электрона вокруг оси ν на угол Пси. То есть мы можем геометрически описать, как изменилась наша поляризация. Должны посчитать, куда направлена осенью и повернуться на угол Пси. Давайте найдем этот угол Пси, как он у нас связан с начальными импульсами. На этом все закончилось. Чтобы найти угол Пси, давайте рассмотрим тангенс этого угла. То есть тангенс, пишите, чему равен тангенс, на тангенс Пси пополам. Я пока для вас затру. То есть мы должны, чтобы найти тангенс, мы должны Б поделить на А. Ну плюс скалярное произведение. Понятно, Пси. Отлично. Все расписываем, что такое векторное произведение, что такое скалярное произведение. Мы знаем, что векторное произведение у меня связано с углом рассеяния, и скалярное произведение связано с углом рассеяния. Вот у меня есть угол рассеяния θ. Вот здесь на картинке θ. Я могу расписать, что такое модуль скалярного произведения. Модуль Куфтрих как связан с модулем П? Одинаково. Одинаково. И как они связаны с энергией? П квадрат свод через энергию. Это что такое? В квадрат минус М квадрат. Отлично. Это я умножаю на синус угла рассеяния. Давайте сократим на вот это. Е квадрат минус М квадрат. Без квадрата, да? Вы на одно сократили, да? Осталось Е плюс М и унис М квадрат. А здесь просто косинус. Косинус стоит там. Да, вот так вот. Ну, можно было, в принципе, так и оставить. Давайте в несколько более удобной форме перейдем. К половинному углу перейдем. То есть я числитель запишу как 2 синус тета пополам на косинус тета пополам. Знаменатель так запишу, в виде гамма-фактора. На массу разделю. Где квадрат? Нет, здесь же разность квадратов. Вот мы один сократили, да? Один сократили. То есть здесь будет стоять гамма плюс 1 на гамма минус 1. Где гамма – это гамма-фактор, да? Плюс, что там стоит? Косинус двойного угла. Это будет косинус в квадрате тета пополам. Минус синус в квадрате тета пополам. Да? Вот такое выражение. А теперь на косинус в квадрате разделим это все, чтобы к тангенсу перейти. На косинус в квадрате делим, то есть в числителе возникает тангенс тета пополам. Тета пополам. В знаменателе здесь единичка. Единичка. А единица на косинус в квадрате через тангенс как выражается? Один на тангенс в квадрате. Один плюс тангенс в квадрате, да. То есть прибавляем. То есть вот это мы все умножаем на гамма плюс один на гамма минус один. Отсюда у нас, когда мы на косинус в квадрате разделили, единичка. Отсюда минус тангенс в квадрате. Окей. Собираем все при единичке и при тангенсе отдельно, при тангенсе в квадрате. Вот это пополам, при единичке что у нас будет? Да, при единичке. Это плюс единица. Два гамма на... Да, два гамма. Два гамма минус один, да. А при тангенсе в квадрате это? Так, при тангенсе. Без двойки, да. То есть плюс два делить на гамма минус один на тангенс квадрате это. Замечательно. Теперь последний регонометрический финт ушами. Числитель и знаменатель на вот это разделим, чтобы здесь единица была. Я что хочу? Собрать все в тангенс суммы. Просто выражение. Исходный тангенс, чтобы был равен некому тангенсу суммы. На вот это все делим, числитель и знаменатель. Ищите, что появится. Двойку можно сократить сразу. Здесь по единице будет. Единица, единица. Гамма минус один делить на гамма, да. Гамма минус один делить на гамма на тангенс квадрате это. Знаменатель будет единица. Один на гамма. Тангенс. Отлично. Теперь числитель тоже по члену делю. Будет стоять тангенс тета пополам минус единица на гамма тангенс тета пополам. Да? Просто расписал числитель. А знаменатель стоит единица плюс тангенс тета пополам умножить на единицу на гамма тангенс тета пополам. Правильно? Вот давайте тангенс тета, единица на гамма тангенс тета пополам обозначим как Как? Как еще один тангенс. Как тангенс, не знаю, тангенс дета пополам. Тогда все вместе это что будет? Тангенс минус тангенс разделить на единица плюс тангенс на тангенс. Тангенс тета минус единица. Да, да, да. Ну, это как это z. Тангенс тета минус зета делить на 2. А z мы знаем, что такое. Зета связано с углом рассеяния и гамма фактором. Отсюда знаем, чему равен угол поворота psi. Пишите. Пси равно тангенс равно тангенс. Тета минус зета. Что такое zeta? zeta это арктангенс вот этого выражения. Щиток и пишите. Умноженное на 2. Вот 2 арктангенсы выражения. Так, а тут же сотня сюда не попала. Это нам не важно. Арктангенс. Ага. Арктангенс тета пополам. И двойка еще. Двойка впереди. Вот сюда давайте напишем окончательное выражение. Ага. Вот это. Единица на гамма. Тангенс. Вот это пополам. То есть мы нашли, что мы нашли? Как связан угол поворота вектора поляризации, как связан с углом рассеяния, тета, да, и гамма-фактором нашего налетающего электрона гамма. Вот такая замечательная формула. Давайте в заключении просто смотрим на эту формулу и ее проанализируем. Случай, когда электрон ультрарелятивистский, то есть когда гамма стремится к бесконечности. Что мы ожидаем? Сначала на формулу не смотрим, сначала думаем, что мы ожидаем. Что произойдет с вектором кси? Почему он не должен измениться? Что в ультрарелятивизме сохраняется? Спиральность. Вот у вас, смотрите, летел электрон, у него был какой-то вектор кси. Электрон рассеялся под углом тета. Как у него вектор кси должен повернуться? Вдоль движения. То есть он должен повернуться на угол тета. Правильно? То есть, по идее, ваш угол поворота вектора поляризации должен совпадать с углом рассеяния. Правильно? В ультрарелятивистском пределе. Это следует из сохранения спиральности. Ну, смотрим сюда. Если гамма к бесконечности, это все вымирает в нуле, получается, что угол поворота вектора поляризации таки действительно совпадает с углом рассеяния. Верно? Теперь другой случай. Опять на доску пока не смотрим. Если у меня нерелятивистский электрон, нерелятивистский электрон рассеивается на ядре. Очень медленно-медленно такой летит и рассеивается. Что мы ожидаем? Что произойдет с его вектором поляризации? В нейрелятивизме мы что-нибудь про спину вообще знаем? Нет. В нейрелятивизме нет никакого спина. Спина – это релятивистский эффект. Правильно? Следовательно, при нерелятивистском рассеянии у вас, по идее, как вектор поляризации торчал в какую-то сторону, так он и дальше туда должен торчать. То есть, по идее, он должен не измениться. Он должен не измениться. Но смотрим сюда. Нерелятивизм – это гамма стремится к чему? К единице. То есть, получаем, что арктангенс, тангенс от это пополам и еще на двойку умножаем. Т это сокращается и получаем, что Пси равен нулю. То есть, вектором поляризации действительно ничего не происходит. То есть, видно, что на частных примерах ультралелятивизма или нерелятивизма наша формула совпадает с нашими интуитивными представлениями. И последнее замечание, на котором мы закончим. Тот факт, что в Борновском приближении, как я сказал, если начальный пучок не поляризован, то и конечный не будет поляризован, это есть некая общая теорема. Это есть некая общая теорема, которая следует из Т-инвариантности электродинамики с одной стороны и малости Борновского приближения. Борновское приближение означает, что у вас амплитуда в некотором смысле мала. То есть, следующее приближение, оно меньше, чем Борновское. В начале следующего семинара мы с вами эту теорему докажем в общем случае. Попробуем доказать, что если у вас начальный пучок не поляризован, то в Борновском приближении никогда у него поляризации не возникнет. То есть, поляризация возникает, как вы видели, только в следующем за Борновском приближении. И в нашем конкретном случае она, как и следовало ожидать, вектор поляризации пропорционален ню, то есть векторному произведению п на п штрих. Все, давайте на этом сегодня закончим. Вопросы, если какие-нибудь есть, можете задавать.